По-принесу, кто вспоминает, кто-то здесь. Вызов Павлов. Шамана, я вижу, прислови, 2-го кандидата. Я хотел бы, может быть, выключить их контексты последних выступлений, но вернуться, может быть, к самым устрокам. И не знаю, насколько проблемы глобали, но мне не покидает такое ощущение в течение 10 лет, что я не могу ответить на вопрос, а кто же такой институт управления? Я недавно смотрел передачи по телевизору, кто не оздоровит, так что с этим связан, а когда показано, что ребенок, он его сел и загиб. И говорят, что это такой сибиоз, образовался без тем, что то, что конечность торчет, это неродившись или какой-то там близкий. И вот у меня такое ощущение, что в свое время, когда начинался институт управления, появился, наверное, такой вот мута. Почему я это говорю? Потому что вот даже коллега Королёв сегодня сказал этот термин анти-юричный управление. Я, например, пытался представить, ну, сам, как, соответственно, был в свое время арбитражным управлением, пока, соответственно, поправки в закон, меня с позорами не исключили от организации. Да. То есть, решили профессии, да? Я, по сожалению, мне, получается, прежде чем Дюганова, нужно учиться с КПС, чтобы он был рабом удален. А как разница, директор, мужики, как разница? Да. Президент растет, но он работает за гражданин другого государства. А, допустим, ведущий, главный какой-нибудь там руководитель, какой-нибудь клиники, не имеет права делать операцию. И все же, в очередь, с вами занимаются. Да. Ну, вот, собственно, по арбитражному управлению. И, значит, есть такие понятия анти-кризис, на арбитраж, и у нас арбитраж. Для себя я понял, что анти-кризис, на управляющие, это, собственно, не я понял, что, если обращаться к каким-то источникам, мы найдем, все-таки, на разделении. Это некий кризис-медеджер, как говорится, это профессионалы высших копеек. А вот это все-таки арбитражный управлению. И здесь разница в том, что, там, где-то, это то, что тем, кто и все другом, работа, где-то, в принципе, мы работаем в судебном, то, что мы. Если обращаться к тому же международному опыту, мы увидели, что вы ведете, что я вам любитель и занимаюсь как правило иномистов. Это, между тем, смешно, если говорить о том, что требования к арбитражному, который будет следовать в свой вопрос отношения стратегического предприятия, то, почитается, там, срочно, там, не позиционировано, в первых предприятиях, но, в первом, с тем, не менее, у юристов, к которым идет экономист, и, в третьем, там, специалист по профилям. И, может быть, какие-то дополнительные требования, заявят, там, кондиторы или кто-то еще. Юрист, который приходит на предприятие, который не понимает, что тут производственный цикл, не понимает, какой ассортимент продукции удастся в предприятии, насколько оно вас следует на рынках, какой сегмент на рынке оно занимает. И, собственно, даже вам не... Ну, как можно здесь вопроситься на то, что 30 тысяч предприятий в процедуле только, там, 20 тысяч, значит, вышли со здоровья. Вот если мы ответим на вопрос, что это арбитражный управляющий, что мы отниможки, тогда мы можем говорить о этой статистики. Если я, когда начинал практику арбитражного управляющего, для себя вырос эту форму, чем лучше ты работаешь, ты не стоит в состоянии безопасности. Ну, вышел, когда взорвил предприятие, вышел на порог, арбитражный суда, вздохнул мороженое воздухо, и думаешь, ну, куда пойти точно. Потому что везде мы сталкиваемся с тем, что почему-то там кого-то именно выбирает кредит. И неоднократно, неоднократно, неоднократно. В свое время в Санкт-Петербурге, когда было в поиску, отойдет, в бренд и так далее, практика была, когда арбитражный, регистрировался в суде. Многие регистрировались, практически по секунду. Ну, в Санкт-Петербурге порядка 700 арбитражных управляющих было зарегистрировано в суде. А в коридорах встречается, здорово, и здорово, и примерно 10 лет. И, соответственно, вопросы. Как шла вот эта, собственно, процедура? Куда она шла? И тут вопрос, ответы, на самом деле, они вот давно уже и уверятся. Если это федеральное государственное предприятие, то у нас нет у него дела, никакого здоровья не будет. Если это частное предприятие, и собственник у него нет никакого дела, и все, что можно было, там, выжигать с этого предприятия, и там же старики стоят у станков, если это дадут, что производство, он вообще не замечает. Никакой бы умный предприятие даже не было, ничего не сделано. Если это арбитражный, мы рассматриваем его как антилерийсного менеджера, как профессионал, который придет с каждой директором по стороне, если покажет, как можно работать, то он должен, как минимум, прежде своей командой, которая, к примеру, такая, будет замещать всех тех, кто рулит на предприятии. Но соответствующим квалификациям требуется отличнощать. При этом надо погрузиться в это предприятие. При этом можно вести только одно, два, ну, я не знаю, может быть, особо одоленные три смогут, процедуру говорить, но не больше. При этом нужно, опять же, быть настолько востребованным на этом рынке, чтобы, как я уже говорил, не оказаться без забот, в успешно проведенном времени. И маленький тендерс относительно того, что банкротство стратегии, какие требования и так далее. И я в этом плане, ну, это артупельно с каждым годом. Я не понимаю, почему, допустим, требования к стратегу, там, стаж работы, руководящий работы, минимум года, на стратегическом предприятии, если это был успешный руководитель стратегического предприятия, я не думаю, что он станет как стратегическим правительством. Честное дело. Если... А с другой стороны, вот, где возьмем, аэропорт Орбитский. Вот он был стратегический, вот он перестал быть стратегическим. Что от этого поменялось в сфере того, как руководитель работы? Или там, аэропорт в Белосток, чем отличается, потому что у меня ждет на полоса, и бетонный бетон толщик домой стратегический бомбулируется, когда он классит. И эта практика относительно того, что я сегодня предприятие годов перечень, завтра и уже. Периодически уже появляются и исключаются. Кажется, отталкивается. А те, кто имеет это, саша. Поэтому, может быть, ответить на вопрос, что мы хотим, мы на случай, к арбитарному управляющему, или еще какие-то, как он и на реком публиче должен прикладывать свои знания и умения, может быть, больше, это будет решать. Я приведу вопрос. Вот мы в свое время какой-то, как-то обобщали практику на самых арбитражных управляющих в частности, узнали, что в Америке, например, в судебном процессе трех судей можно ли остудить, требовать восстановления после способности председателя. То есть, арбитражный управляющий по судебному, как бы, помощник, который он пишет, по заданию, и, соответственно, решает определенные действия. Интересный опыт был, когда нам жаловался при этом советник арбитражного управляющего в Германии. Когда, если мы говорим за селом, что спорта в Германии, у нас специфический, он говорит, меня кредитуры выбрали советник в арбитражном управляющем, чтобы помогал наслежать арбитражные действия. И оплата у меня была 2,5 тысячи евро в день. Мы думали, а дальше, наконец-то, через 5 лет я эти огоны снял, платили из-за в Германии. Относительно вопроса связан с привлечением специалистов. То, что привлечения специалистов, это уже сочетательная практика, если бы. Которая конкретно, для метража, ты все можешь, ты все умеешь. Но, опять же, кого мы расскажем, у меня экстральные солдаты Тургизина, супермарджета, мегамос, или это все-таки некий представитель рука, лица, глаз, судьи, и так далее. и так далее. И на Восбекистане называют студенты на заправлевующее на Восбекистане. Хотя, в принципе, пример у нас мы суток. Мы все понимаем, что арбитраж действует именно в арбитражном процессе. И я, может быть, ближе сказал, опирались на некие опытовицы в нашей истории, что он, может быть, больше комиссар, чем командир. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok